Всем привет! Начинаем нашу очередную тренировку. Сегодня будем разбирать розыгрыш одномастных тузов в позиции, без позиции, в рейдженных потах и в 3-бет потах. Поговорим о том, с какими проблемами обычные игроки сталкиваются, когда их разыгрывают либо пассивно, либо наоборот агрессивно. Тренировка планировала, чтобы пройдет в два этапа разбор базы и разбор раздачи с форума, но заявок на разбор базы я так и не увидел. Правда, я вижу у нас в чате присутствуют ребята, которые могут оперативно мне эту базу предоставить. Не знаю, сейчас я напишу в чат, может быть найдется желающий разобрать его базу рук в прямом эфире. Как обычно, напишите в чат, как меня видно и слышно, и, если все хорошо, то будем начинать. Ну, вроде у меня трансляция идет, но вот ответов не вижу никаких. Отлично. Да, к сожалению, с разбором базы, видимо, сегодня не получится. У всех какие-то проблемы. Ну, ладно. Дело ваше. Так. Ну, опять же, если у вас есть раздачи по сыгранным одномастным тузам, можете выкладывать и в базу. Ну, и вообще, раз у нас сегодня такая тема, я предлагаю вам заняться тем, что вы сейчас откроете свои холдер-менеджеры, и, собственно говоря, посмотрите, как у вас дело обстоит с розовершим одномастных тузов. Ну, наиболее для вас интересные споты, это когда вы делаете рейсферсты со всех позиций, особенно с УТГ и МП. Ну, наверное, с более поздних они у вас хорошо играются, я предполагаю. То есть, как вы играете одномастные тузы с УТГ и МП, ну, можно еще с Котофа. Как вы играете одномастные тузы, когда вы сделали трибет с СБ либо с ББ. Ну, опять же, в первую очередь посмотрите СБ, и во вторую очередь посмотрите розыгрыш на ББ, если вы их трибетите там. Собственно говоря, там могут вылезти какие-то косяки, возможно, вы открываетесь в минус с этими руками, может быть, вы их как-то недостаточно много защищаете против трибета. Ну, собственно говоря, это обычно выладит именно в процессе анализа базы по базовым фильтрам. Так, масло-масляное у нас, базовые фильтры в базе, ну, ладно. Что тут у нас с первой раздачей? Так, оппонент фиш. Ну, в принципе, в такой ситуации можно, конечно, трибетить на бат, а не против котов, а туздану разномастную, регулярную игроку, насколько я понимаю. Ну, я бы вам не рекомендовал это делать на столь низких мили-лимитах, как и НЛ-10. То есть здесь обычно у ваших противников фолд на трибет достаточно высокий, там 60% плюс, поэтому вы вполне себе неплохо будете отыгрывать с полярным спектром трибета. Соответственно, руки среднего валю спектра, к которому относится одномастная туздама, вы просто будете включать спектр фолд-кола, тем более с наличием фиша на большом бланде, который может заскочить в этот пот и, собственно говоря, отгрузить вам немножко денег. Ну, что здесь происходит? Hero 3бетнул котов, фиш на ББ в холодную его заколлировал, котов сам выкинул, что очень странно с такими шансами банка. Ну и что здесь происходит? Ну, собственно, фиш донка это полпота, донкбет у него относительно небольшой, всего 10%, но при этом он фолдил на рейс донка, что свидетельствует о том, что, скорее всего, донкет он достаточно полярно, с какими-то слабыми неготовыми руками или со слабыми готовыми. Поэтому, так как у нас есть бэкдор флэш дро, бэкдор гэдшот, оверкарты на полпота в позиции, мы вполне себе можем продолжить. И что дальше происходит? Фиш ставит второй баррель в полпота и, собственно, вопрос в том, как лучше с него сыграть колом или пушем. Ну, правда, здесь хиро немножко попутал, не чек-колом или чек-пушем, а просто либо колом в позиции, либо пушем в позиции. Ну, опять же, ответ на этот вопрос простирается из того, какой спектр 3-бэтил фиш и донкл две улицы, и, собственно, того, найдем ли мы против этого спектра причину доставки. То есть, ну, в данном случае, естественно, мы не можем рассматривать пуш на вэлью. Мы здесь будем рассматривать пуш на полу влефе. То есть, можем ли мы нашу неготовую руку со слабым шелдаун вэлью рассматривать как исключительно неготовую руку, соответственно, предполагать то, что выбьем ли мы здесь руки равные нашей по силе, либо руки чуть сильнее. То есть, есть ли у него такие руки, которые он играет через два донка, и выбьем ли мы их пушу. То есть, ну, сходу, вот как вы себе видите спектр колд-колла 3-бэтил фиша и вот донка двух улиц. При том, что мы поняли, что у него донк по флопу не очень большой, при этом достаточно полярный. То есть, он может донкать какие-то слабые неготовые руки. Ну и, отчасти, он может донкать также и, собственно говоря, сильные руки. Потому что он еще не выкидывает половину на рейс. Топ пара плюс. Окей. То есть, ну, вот Веня предлагает рейндж топ пара плюс. То есть, ты вообще видишь какие-то в его рейнджах по такой линии руки слабее, чем туздама. Слабее или сильнее. Ну и на этого парня еще надо сказать, что достаточно много рук и стоит обратить внимание на его статы. Пип 80% и колд колд 3-бэты 32%. То есть, он калирует 3-бэты в холодную гораздо более лузово, нежели вы привыкли предполагать о ваших оппонентах. Туз 3-плюс. Ну, может быть, туз 3-плюс, не знаю. Может быть. Какие еще варианты? То есть, каким образом вы двигаетесь? Вы составляете сначала представление, ну, даже такое сходу о его прихлопспекторе. Потом делаете поправки на то, что он донкает довольно редко и донкает полярно. И затем вы делаете еще одну поправку на то, что часть этих рук он продолжает ставить, часть этих рук он не продолжает ставить. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас!